Всем привет! Меня зовут Ирина. Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Если вы здесь первый раз, то этот канал посвящен вязанию. Здесь мы с вами обсуждаем наше вязание любимое, что-то вяжем вместе, поэтому подписывайтесь на канал. И рядом с кнопочкой подписаться, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня я хочу с вами поделиться, показать вам работы, которые я вязала. Какие-то работы здесь уже были, показаны когда-то, но я хочу вам показать, сделать обзор детских вещей, которые у нас есть для Ромы. Кое-что у нас уже маленькое. И я вязала эти вещи не только для Ромы, есть вещи, которые вернулись к Роме, он уже их относил. То есть, как вернулись, я вязала, отдавала их, и специально для внащатого племянника вязала, я их отдавала, и они уже вернулись. Кое-что Рома уже относила, это маленькое. Недавно я просто перестирывала для того, чтобы убрать уже маленькие вещички, поняла, что мне есть, что вам показать и рассказать. Потому что очень многие вещи вызывают такие, знаете, бурные эмоции у меня. Очень памятные они для меня как-то, и я сейчас хочу вам их показать. Здесь будут плечевые изделия, ну то есть, какие-то шапочек, шарфиков здесь не будет. Здесь комбинезоны, жакеты, костюмчики, вот такое вот. И чтобы понимать, примерно масштаб, масштаб, вот, все, что мы с вами сейчас будем рассматривать. И если вам нравится видео подобного плана, то давайте приступим, оставайтесь со мной, берите чаек, кофеек и посмотрите, что же я навязала. Значит, вот, первая, первая моя детская вещь. Девочки, на самом деле, когда я беру этот костюм в руки, у меня просто зашкаливают эмоции. Я вспоминаю, как я его вязала. В 2015 год моя племяшка беременная, ей оставалось уже, по-моему, пару месяцев до того, как родится малыш, даже меньше, наверное. И я поняла, что я хочу связать детскую вещь в подарок. И я на тот момент ни разу не вязала детскую вещь. Я начала вязать, и я поняла, что мне после больших изделий это кажется все настолько крохотным. Я не могу сообразить, это нормально или ненормально по размеру. Мама в итоге мне подсказала купить просто маленькую шапочку, распашоночку, плазуночки, для того, чтобы ориентироваться просто примерно. Я так сделала, и немножко моя душа успокоилась. Вязала я этот костюмчик по мастер-классу Светланы Берсановой. Очень классный мастер. Узорчик простой, но костюмчик смотрится очень классненько. Девочки, то, что у меня будет, фотографии, да, вещей на детях, скорее всего только на Роме, я буду вставлять. Вот. Но вот на этом костюмчике точно есть. Значит, этот костюм был связан в 2015 году. Я его подарила им вообще, когда они выписались из роддома, но надевали они его, когда было уже, по-моему, полгода где-то или на реку. Ну, и, в общем, связан он из пряжи Кроха. Девочки, я скажу, пряжа, ну, неубиваемая просто. Я вам в следующем покажу еще жакет из этой пряжи. Вот. Если этот костюм носят маленькие дети, да, совсем еще маленькие, то, ну, все равно стирать, он стирался очень часто. И вот носил Ельнар, его носил в прошлом году Рома, то есть, это костюм, который уже ему маленький, мы будем его убирать. Здесь такие вот штанишки, то есть, здесь штанишки связаны с ластовицей, все полностью, все очень классно. Единственное, что, как я обычно вяжу по мастер-классам, я не вяжу, да, петля в петлю, скажем так. Так, я ориентируюсь на то, что рассказывает мастер, показывает там где-то сколько сантиметров, потому что пряжа у меня, вот сейчас даже не вспомню состав, если честно, этой пряжи, там, подходила она по метражу или не подходила. Светлана Берсанова в основном вяжет из кавказской пряжи, я вот просто ориентировалась по там размерам, которые она называла. В общем, вот такой классный костюмчик, здесь, правда, я такие завязки длинные сделала. Не знаю даже зачем, прям такие длиннющие, но вот что-то я сделала. Можно было и поменьше их сделать, все, но нормально завязывалось. Так что вот такая вот красота была мной связана. Вот, и двое малышей уже относили. Самая первая моя детская вещь, которую я связала. Я, наверное, сразу же покажу. Если тот костюмчик я вязала им, подарила на выписку, то на годик, на годик, я подарила им, им, Ильнарику, своему начатому племяннику, вот такой жакет. Я думаю, что эти жакеты вязали в свое время, да и сейчас, наверное, вяжут очень многие. Это поперечное вязание. Тоже я вязала тогда его по мастер-классу, девушка снимала тогда видео, Нина Спица, по-моему, назывался канал у нее. Но, опять же, я ориентировалась на свою, там, просто размеры брала и смотрела, как бы, там, технику, да, как она вяжет. Вот и все, остальное я там сама соображала. Это тоже пряжа Кроха. И я почему говорю, что неубиваемая, девочки, этот жакет, значит, я подарила им на год. Сначала они носили его, как кардиган, подкатанные рукава, он длинненький был, да. Он очень понравился малышу, и это был его любимый кардиган, потом жакет. То есть он носил его вплоть до того, когда вот уже рукава вот так вот были раскатаны, да. То есть они вот буквально сейчас отдали, ему только, ему уже сейчас 5,5 лет, они вот сейчас его отдали. То есть до сих пор он его, как бы, еще, ну, скорее всего, он какое-то время уже лежал у них, но вот они его недавно отдали. В общем, они его, ну, года два прям активно эксплуатировали. Вы сами понимаете, это ребенок, который играет, везде лезет, марается, это застирано-перестирано. И, ну, классная вещь, и весной Рома будет его носить. Я знаю 100%, что весной Рома будет его носить, поэтому... Да, где-то есть катышки, их нужно убрать, вот здесь затяжечку нужно подправить. Ну, и все. Вообще класснючая вещь. Так что пряжа Кроха Троицкая, она очень хорошая для детских вещей. Но есть один большой минус, с которым я столкнулась именно в этом изделии. Так сейчас не особо видно, но... Девочки, при выборе этой пряжи, если вы совмещаете какие-то цвета вместе, то обязательно проверьте толщину нитки. Понимаете, я начала вязать вот этот жакет, довязала, когда мне нужно было вводить другой цвет. Изначально планировался другой цвет. Я ввожу другой цвет, и я понимаю, что у меня полотно вот... Было вот такое, да, вот с этим цветом. Я ввожу другой цвет, и у меня полотно так... Хопа-ха! Сузилось. То есть нитка намного тоньше. Я вяжу на том же количестве петель с теми же спицами. У меня вот так полотно поехало. Я, на самом деле, когда увидела это, я растерялась, не знала, что делать. Потом я пошла просто... Хорошо, что здесь магазин рядом. Я еще написала девушке, спросила, ты у себя? Она говорит, да, у себя. И я пошла, мы давай с ней подбирать. И я подобрала, стала перебирать. Хотя, знаете, вот, мне кажется, в таком сочетании цветов даже лучше получилось. Здесь я планировала какой-то более темный цвет у меня. Но вот так, мне даже кажется, больше... Класснее, да? Лучше получилось. Вот, и видно все равно, что вот эта нитка, этот цвет толще немножко, чем вот этот. Потому что даже если расправить рукава, вот совсем расправить, видно, что вот тут вот рукав чуть-чуть даже длиннее. Хотя они связаны вот одинаково по рядам. Так что это такое вот три восклицательных знака, что при выборе пряжи кроха, да, она хорошая. Но обращайте внимание, если хотите сочетать цвета, нужно очень внимательно подходить к выбору по толщине нитки. Вот такой вот классный жакетик у нас теперь будет носить еще и Рома. Вот. Дальше, что я хочу показать. Я, наверное, сначала покажу вам все, что нам отдали. А потом уже покажу те вещи, которые я вязала именно для Ромы. Так, вот такой костюм у нас есть. Тоже нам его отдали. Я по отдельности буду показывать. Здесь у меня немножко другая вешалка. Значит, вот такая кофточка, да, и тоже знаменательное для меня изделие. Я на нем училась вязать реглан сверху. То есть это мое первое изделие, связанное регланом сверху. Но я не просто училась вязать реглан сверху. То есть здесь я вязала все как положено. Я здесь использовала... Здесь у меня резинка один на один. Я использовала итальянский наборный край, чтобы было эластичненько. Здесь я делала росток вязала. Делала подрезики. Здесь я тоже закрывала иголочкой. То есть на этом свитерочке, джемперочке, да, правильно буду сказать, я пробовала много всего, да. Потом только я связала это изделие. То есть я училась вязать на таком маленьком изделии реглан сверху, для того, чтобы потом связать крупное изделие. Я потом после этого вязала на мужа. Ну, конечно, если здесь не получается, здесь проще, да, распустить. Вот. Это пряжа Alize Shikarim. Здесь просто Shikarim, да, baby. А тут какая-то как-то Junior или как она называется. То есть на такой вот расцветочке. Вот. И вот такие штанишки у меня. У меня на самом деле было два моточка зеленых. И мне почему-то стукнуло, что мне не хватит на целое изделие. На костюм. Вообще джемпер я просто хотела связать. Но почему-то взяла, прикупила еще вот этот такой моточек. И 300 грамм, когда я связала джемпер, я поняла, что мне хватит еще и спокойно на штаны. Но мне хватило не только на штаны, но у меня еще до сих пор, по-моему, есть в остатках эта нитка. Вот. Здесь тоже такие штанишки. Я просто ориентировалась, так как я уже вязала, да, вот там первые штаны. А здесь я просто ориентировалась уже примерно вот на... Так это смотришь, мне кажется, такие короткие, подстрелянные. В общем, вот такое вот. Здесь все просто. Здесь вообще просто лицевая гладь. Никаких узоров, ничего нет. Знаете, я еще раз скажу, да, что я училась вязать реглан и просто потом вдогонку, да, связала штанишки. Я здесь пробовала вязать, знаете, как вяжут там сразу две штанишки там по кругу. Но что-то я плюнула туда на это дело. Не стала колупаться с этим Magic Loop. Здесь сшивные штанишки. Я просто сшивными их сделала и все. Вот такой вот у нас есть костюмчик. Рома его носил. Надо, кстати, примерить, может быть, джемперок ему еще и пойдет. Вот. Это еще одно изделие в моей копилке детских вещичек. Так, сейчас я хочу вам еще показать вот такой вот свитерок. Классненький свитерок. Почему он такой классненький для меня? У меня к нему особая любовь на самом деле. Я первый раз знакомилась с настоящим вереносом, скажем так. В 2017 году, в осенью, я вязала этот свитерок. Это пряжа BBB Martin. Я тогда находилась не дома. Уезжала на лечение в Астану. Нур-Султан сейчас называется, да, город. И там я взяла, конечно же, с собой ниточки. Вернее, спицы я взяла. А нитки я сразу решила, что я там захожу. Ну, просто либо съезжу, либо... Я в итоге с доставкой просто заказала. Сюда я заказала, по-моему, 4 моточка. У меня ушло 200 грамм. Они сюда все и ушли. Плюс еще образец, да, вязала. И я тогда себе заказала. И, девочки, пряжа потрясающая. В плане потрясающая для меня... Это 100% веренос, да. И у меня свитер, да, я еще расскажу. То есть вот этот свитер носил... Я ввязала внучатому племяннику. Он его уже относил. Ему он маленький. Так, сейчас я одену вот так вот, наверное, чтобы было бы. Ильнарику свитерок уже маленький. Ну, здесь один такой нюанс получился, да. Если бы у меня были еще такие нитки, то его можно было бы просто довязать, да. Что-то как-то... Его можно было бы просто довязать. Рукавчики, да, чем хороший реглан сверху. Это можно длину, да, добавить. Но у меня нету больше такой пряжи. В городе у нас тогда ее нельзя было купить. Может быть, сейчас, кстати, можно. Вернее, сейчас... Да, сейчас, по-моему, есть у наших здесь даже. Вот. А тогда нужно было только искать, заказывать. И очень мало где можно было купить вообще эту пряжу Би-Би-Би. Поэтому, конечно, у меня не стоял даже вопрос о том, чтобы его довязать. И в эту зиму Рома будет его носить. Значит, племянник носил вообще замечательно. Никаких претензий не было к колкости. Я и сама ношу свитер из чистого вот этого Мериноса. И вообще супер классно две зимы относила. Все нормально. Поэтому советую для деток вот эту пряжу рассматривать. Потому что, ну, классно, ничего не скажешь. Очень мягкая. Вот изделие, например, вот это. Скажу сразу, все, что я буду показывать. Все стиралось в машинке. Да, на деликатной стирке, но все стиралось, отжималось в машинке. Вот этот свитерок я буквально, вот, по-моему, не так давно. Да, его вот буквально недавно отдали. И я его стирала. Потом просто повесила вообще на... Ну, единственное, что не на веревку. А я повесила на такую трубку, да, такая у нас натянутая есть, стоит. Я просто на эту трубку повесила. Потому что на веревке, да, это вот так вот слишком так вот изгибается полотно, да. Вот. А детские вещички, они маленькие. Я их просто вешаю вообще, как бы... Это взрослую, да, например, свой свитер я бы, наверное, побоялась просто взять и повесить. Даже после того, как это жмешь, потому что все равно под тяжестью может оттягиваться. Ну, больше, да, весит он. А здесь, ну, 200 грамм, ну, что тут там, ничего тут не растянется. Тоже связала очень просто, да. Тут ничего такого прям нету. Просто здесь опутанка, мой любимый реглан, без швов, без ничего. По-моему, я здесь даже просто закрывала. Никаких тут нету эластичных, никакого эластичного закрытия тут нет. Да, я даже петли здесь набирала просто вообще, без всяких там каких-то, как сказать, приемов. Да, просто села, набрала и все. Вот он лежал сложенный, и вот тут немножко сейчас выгинается. То есть вот такой вот классный свитерок. И сейчас вот как раз уже у нас холодает, и можно будет Роме его скоро одевать. Так, это то, что тоже вернулось к Роме. К нам вернулось, вернее, и теперь Рома будет носить. И сейчас я покажу еще одну вещичку, которую носил мой племянник внучатый. Кстати, я на него сверху вешала, на эту рубашку, футболку. И она теперь у меня немножко, вот сейчас застава, вот тут немножко сгинается. Вот такая вот у нас тоже, вот буквально последний раз они отдавали вещи. Жакет, вот свитерок и вот эта рубашечка тоже, футболочка, что-то ее рубашкой все хочу назвать. Вот такая футболочка. Я вязала ее в 2018 году весной. Здесь вот такие, вот это крючок. Здесь вот такая вот, может так будет лучше видно, как будет лучше видно, не знаю. Филейный здесь узор, что-то я не пойму, если честно, девочки на камере видно его или нет. Здесь такие зайки. Я вязала зайк, потому что племянница как-то одно время сына своего все зая называла. И он настолько привык к этому, что он иногда одно время было, что он откликался только, когда его звали зая. Не Ельнар, а зая. И я решила ему тогда, ну так, связать вот тут филейный узор, такие зайчики. А здесь просто обычные, как сказать, обычные столбики без накида. Здесь тоже рукавчики небольшие, филейная вязочка. Я вязала его, будучи в положении этот свитерок. Ой, боже, свитерок, эту футболочку. Помню, что я хотела связать ему к дню рождения, но что-то у меня прям так не пошло. Я отложила, на день рождения ему связала совсем другое. А потом, вот тут тоненький крючок, это пряжа Ярн Арт Виолетт. Там, по-моему, в 50 граммах, 285 метров. Крючок здесь номер 2. И у меня как-то одно время прям очень не шла эта работа. А потом, девочки, я в легкую связала вообще без каких-то этих... Иногда я тогда поняла, что, наверное, есть такие моменты, когда нужно просто немножко отложить вязание, и все потом получится через время взять. Так что вот такая вот футболочка. Ну, конечно, она Роме у нас еще не скоро будет. Как бы она большеватая такая, довольно. Я вязала, получается... Ильнару тогда было уже 3 года. Четвертый год шел ему, когда я вязала эту футболочку. Так что ее можно будет убрать подальше немножко. И сейчас я покажу изделие, которое я вязала именно для Ромика. Для своего сынулечки. Так, сейчас покажу самое первое, наверное, что я для него связала. Это вот такой вот. Вот такой вот конвертик. Все, конечно, было сложено, вроде и аккуратно, но все равно где-то загибы есть. Вот такой вот конверт я вязала для сынули. Здесь капюшончик. В этом конверте мы из роддома выписывались. Так что это тоже такая, да, вещь, скажем, памятная. Первое, что я вязала для Ромы, я связала его очень сильно на вырост. Он можно было... Рома просто родился у нас с ростом такой 53 сантиметра, то есть, ну, небольшого роста он родился. Еще и в рост шел медленно, да, если бывает детки там за месяц на несколько сантиметров вытягиваются, а то и больше. У нас за первый месяц Рома всего на сантиметр вырос, но как бы медленно идет в рост. И вот этот конверт мы носили ровно где-то месяц, потом еще ходили в нем. То есть, мы выписались с роддома, забирал его папа, забирал нас папа с роддома в этом конверте мы были. Это мною любимая пряжа YarnArt Jeans. Вот, да, кстати, девочки, я забыла сказать, что те вещи, на которые будут мастер-классы на канале, я буду оставлять ссылочки. А на этот конверт нету мастер-класса, там дальше будут вещички еще. Значит, вот такой вот конверт, это первый, который я связала ему. Вот, пряжа YarnArt Jeans, спица номер 3, как всегда я вяжу. Мы родились в августе. Единственное, что я вязала еще весной и вот думала, вот как бы не получилось так, что конец июля, а начало августа у нас был срок. И я переживала за то, что если будет сильно холодно, как будет нормально, нет. Но на самом деле, да, получилось так, что когда мы выписывались, было прохладненько. Хладненько, но, в принципе, нормально в этот, там, костюмчик же еще под низом был, да. То есть здесь я вязала просто таким полотном, а потом здесь сшивала. Ну, в общем, здесь тоже набирала просто рукой. Здесь вообще тоже, вообще просто связано вот, никаких там премудростей, ничего нету. И капюшончик. Вот в таком вот конвертике первый месяц щеголял наш мальчишка. Конверт номер 2. Да, я их вязала 2. Вот такой. У нас еще конверт есть тоже вообще с самой простейшей лицевой гладью. Мне почему-то захотелось. Это пряжа тоже Ярнар Джинс. И вот единственное, у нас есть плед с зайцем. И вот этот, как бы, конвертик стал таким дополнением к этому пледику. Тоже я здесь вышила. Это вышивка по петлям. Я просто вышила вот этих зайц. Да, и вот такой вот тоже простенький конвертик связала. А знаете, кстати, вот этот конверт, который я показывала перед этим, белый, да. Вот если сравнивать по мягкости ниток, вот этот белый конверт, ниточки намного жестче, чем вот эти вот нитки. Очень серенькие. У нас пледик, да, еще раз скажу, связан из этих же ниток, да. И вот он прям тоже очень мягкий. То есть вот такой конвертик тоже самый-самый простой. Вот по этому конвертику есть такой экспресс-мастер-класс, где я рассказывала, что и как я вяжу. Тоже вот такая вот штучка. То есть первый месяц мы ходили в белом конвертике на прогулки, все. А потом уже, когда сентябрь, получается, наступил, мы стали вот этот одевать. Ну и по сути мы вот еще, наверное, около месяца походили в конверте, и там уже нужно было одевать что-то потеплее. Потому что пряжа, да, еще раз скажу, здесь Yernard Jeans, это не теплая такая уж пряжа. Поэтому уже там нужно было искать что-то потеплее одевать. Так, дальше. В прошлом году весной я связала Роме вот такой вот комбинезон. Вот по этому комбинезону есть очень подробный мастер-класс. Мне почему-то хотелось, знаете, это пряжа у меня Gazal Baby Wool XL. Пряжа, кстати, тоже классная. Мне она понравилась. Она мягенькая, толстенькая. Изделие получается быстро. Я вязала на спицах 4. Единственное, что расход, конечно, получается такой достаточно внушительный. Хотя, хотя, что-то я не вспомню, сколько здесь расход был. В мастер-классе, если вам нужно, то там все об этом сказано. В общем, здесь я почему-то я видела комбинезон, знаете, именно вот вообще лицевой гладью. Потом я решила все-таки из толстых ниток лицевой гладью. Вот не могу ничего сделать. Вот именно захотелось такой комбинезон почему-то. Потом я решила все-таки разбавить немножко вот таким вот узором здесь. Да, вот типа как подрез, да, идет. И вот такой узор. И на рукавах я упустила тоже такой же узорчик. Все. Дальше здесь резиночка 2х2. Капюшончик. Все. Единственное, что я немножко упустила такой момент. Нужно было тело сделать еще побольше. Либо можно было вот здесь покороче вязать. А потому что ему до сих пор, по-моему, еще вот штаны можно было бы одевать. Но вот тут как бы не хватает, да, уже высоты у него вот этой вот. Поэтому тоже уже уходит этот комбинезон у нас в разряд маленьких вещичек, которые я буду убирать. Вот такой вот классный комбинезон тоже. Но мы его не так много на самом деле носили, этот комбинезон, так сказать, эту пряжу. Вот. Но такая вот вещь была мною связана с сынурким. И сейчас будет уже, собственно, последняя вещь, которую я покажу. Это тоже комбинезон. И тут я немножко тоже, сейчас я повешу его на плечики, чтобы показывать. Тут у меня тоже были такие, знаете, немножко эксперименты. Кое-что я делала в первый раз. Сейчас покажу. Вот такой вот тоже простенький комбинезон. У меня все, видите, простенькое, по идее. Вот такой комбинезон я связала. Это тоже пряжа Yarnart Jeans. Ну, люблю я эту пряжу, ничего не могу сделать. Значит, вот такой узор. Типа, да, типа, не типа, это как шахматка, да, идет. Или плетенка, вот. Это не шахматка, это плетенка. Вот такой вот узорчик. И тут я первый раз вживала молнию. Я здесь, значит, вязала его. Тут я вывязывала, я вязала снизу вверх. Здесь у меня укороченными рядами вывязано, как это правильно называется, там, под горловину, да, вырез. Потом резиночка уже идет. То есть я тут не закрывала петли, ничего. Я просто добрала вот тут, где, чтобы дырочек не было. И просто пошла вязать резиночку. Тоже я тут закрывала самым обычным способом. И я первый раз вшивала замок. У меня это получилось не очень прям, не идеально, прям, скажем так. В плане, снутри может это выглядеть и ничего. Не знаю, будет видно или нет. В принципе, снутри-то ничего это выглядит нормально. Но у меня больше... Снаружи он получился. Плюс у меня, видите, как бы не совсем такой... Не совсем ровно. Немножко волнистый такой получился. Но, в принципе, на... Как бы... Первый опыт был, поэтому я считаю, что получилось даже нормально. Проблема просто была в том, что еще у меня я не могла найти замок, такой, как... Чтобы подходил сюда по размеру. Мне пришлось, по-моему, его здесь снизу обрезать, кажется. Я что-то не помню. Нет, сверху я его... Я его сверху подгибала. Обрезала, по-моему, и подгибала сверху замок, потому что и не было замочка прям по... Скажем так, по длине. И был бы он немножко такой поменьше, даже, может быть, было бы и лучше. Ну, он такой как немножко... Вот так его особо не видно, да? Ну, я вот... Даже на видео, по-моему, видно, что вот волнистое тут получилось. Вот. Такие дела, девочки, у меня. В общем, это все, что я сегодня хотела показать. А я не буду показывать вещи, которые не так давно вязала. Вот. Еще у нас есть пледики вязанные, но это уже отдельная история, наверное, будет. В сегодняшнем видео я буду завершать. Эти вещи, наверное, особо дорогие. Я иногда даже думаю, что, может быть, кому-нибудь их отдать, но пока я, наверное, не готова их отдавать. Только если вот кому-то близкому бы я отдала, как племянница, например, чтобы там, если бы у нее родился ребенок, да, я бы отдала. А вот так пока расставаться с этими вещичками я не готова. Они для меня как-то вот особо ценные, что ли. Вот. Девочки, всем большое спасибо за внимание, что вы приходите, подписываетесь, смотрите мои видео. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить пальчики вверх. Если вам понравилось что-то из того, что связано, то пишите, тоже ставьте пальчики вверх. Я буду с вами на этом прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.